Здравствуйте, уважаемые экзотические садоводы и огородники. Сегодня на полезке дня у нас не менее экзотическое растение, которое сейчас видите на видео. Многие конечно не знают, что такое, наверное подумайте, что это папоротник, бамбук, что-то такое похожее. Но, однако, нет. Мы сегодня будем разговаривать с вами об очень интересных растениях. Они, как бы сказать, и водные, и сухопутные одновременно. Это у нас мангры. То есть, это не просто мангры необычные. Это у нас так называемые красные мангры. Они у нас растут вдоль рек, которые впадают на моря. И, соответственно, они как бы получают и пресную воду, и соленую воду. То есть, во время прилива они стоят в соленой воде. Во время отлива они стоят в пресной воде. То есть, уникальное растение, то есть, может как-то понятно, что оно может находиться и там, и там. И в соленой пресной воде ничего не будет из этого. Имеет ряд свойств, в хороших свойствах, скажем так, очищать воду, то есть, убирать фосфаты, нитраты. И чем пользуется спросом у наших аквариумистов. Некоторые сажают в аквариумы, тем самым понижая уровень фосфатов, нитратов в аквариумах. И используют как и в пресных, так и в соленых, соленоводных аквариумах. Растение достаточно неприхотливое. Вот, сейчас вот на видео увидите, скажем так, малышей. Это недавно они висели на веточке. Вот. Спокойно себе. Где-то на Гавайских островах. Болтались, болтались. Вот таким образом потом они отрываются и падают. То есть, либо они падают, прям сразу втыкаются в какой-то грунт, песок, там, землю и начинают расти. Также они могут упасть в воду и долго-долго путешествуют по морю, вдоль побережья, пересекая там разные границы, стороны и так далее. И в итоге, находя свое пристанище и вырастая. Также мангры у нас, ну, в природе они служат, скажем так, защитой для многих видов животных, которые обитают в них. В частности, маленькие рыбки, которые там вырастают спокойно, вдалеке от хищников. Ну, это я не буду рассказывать про биологию. Это все узнаете из многих передач по телевидению. Итак, почему хотел остановиться на манграх? Многие наши покупатели берут мангры, чтобы выращивать, как я говорил, в аквариумах. И никто не знает, как с ними общаться. Ну, здесь все очень просто. С ними никак не надо общаться. То есть, достаточно просто взять эти мангры в кучок и посадить в воду. То есть, тут несколько вариантов. Либо вы сажаете их в грунт какой-то, вот так вот, таким образом. Либо вы их можете просто поместить в аквариум сверху, в воду, там, не знаю, в банку. Но желательно мангр, конечно, сажать, чтобы вода была вот до этого уровня, коричневый вид, где-то таким образом. То есть, чтобы кто-то хочет на поверхность аквариум сажать, то есть не в грунт, надо просто сюда прикрепить такой-то балдашечка из пластика из пенопласта и просто поставить его в водичку. Он будет у вас плавать как по плаву поверхности. То есть, таким образом не будет не тонуть, пускать вниз корни. Корни со временем можно немножко регулировать. Покупая такие стручки, бояться не надо. То есть, что они там не вырастут, что не пустят корней. Наоборот, все будет на веростке хорошо и четко. Но для пущего роста им, конечно, необходимо солнце. Солнце, свет и так далее. Без освещения рост будет замедляться. То есть, к примеру, сейчас я вам покажу. Вот такой товарищ стоит на солнце, то есть он буквально там вымахал за пару месяцев. Единственное, что, опять же, сдерживает его корневая система, которая в этой баночке находится. Видите, она какая? Она не дает ему расти дальше. Но тем не менее, он идет в рост вверх. Вот такой же мангро. Да, он тоже где-то пару месяцев, но он стоит практически в темном месте. То есть, он немножко пустил корни, даже немножко, корни достаточно большие. И спокойно выпустил листик. И вот они. Красивый зеленый цвет. Ну, в принципе, даже можно отличить. Вот видите, молодые мангро, от которых уже взрослые. То есть, это вообще молоденький, он ярко-ярко-зеленый. Этот, который уже немножко подрос, он такой же темноват. Но, как бы, это не сказывается, наверное, его состояние и качестве. Да, видите, как я небрежно швыряю, потому что, ну и стручки, вообще ничего не будет. Они абсолютно неубиваемые. Значит, смотрите, также хотел вам сказать про корни отдельно. У них, в принципе, корни достаточно массивные, то есть, они толстые все. Вот. Но тут опять зависит от грунта. То есть, если у вас будет находиться в воде обычной, то есть, у вас вот корни будут такие вот, как бы, ну, не слишком толстые. Если поместить мангар в плотный грунт, типа песка такой или плотной земли, какой-то грунт, да, каменистого, они будут толстые-толстые. Вот. Сейчас. Вот на примере вот этого можно увидеть. Вот видите, такой толстый корень. Вот они будут еще толще. Также, когда во время роста, как я говорил, если вы сажаете его в аквариум с помощью пенопласта, который у вас болтается с водой, то есть, корни у вас могут пойти, куда им заблагорассудится. То есть, соответственно, когда, чтобы у вас аквариум не занимался пространством, вы можете спокойно их вот так вот немножко прижимать, чем-то прищеплять, там можете веревочкой, чтобы направлять рост корней туда, куда вам надо. То есть, ему все равно куда расти, главное, чтобы были корни для, соответственно, питания. Вот. С листьями другой вопрос. То есть, бывает такое то, что во время там перевозки, переноски в мангар ломается верхушка. Вот. То есть, видите, да, верхушка сломана, но при этом растение абсолютно здоровое и абсолютно живое. То есть, ничего на нем нету. Вот, пожалуйста, фокус теряй, с сожалению. Вот корни тоже здоровые, абсолютно корни, но нет верхушки. То есть, в принципе, она должна пойти, но она может пойти отсюда, может пойти отсюда, может пойти отсюда, то есть здесь отсутствие макушки только будет скататься на эстетическом виде самого растения, то есть если вы приобрели такой или у вас она поломалась, то есть ничего страшного жить будет, но он, как говорится, может стать небольшим уродцем. Перед покупкой на что надо обратить внимание? Значит, еще раз, то есть должен быть ствол плотный, вот как видите, здесь он немножко, конечно, гнется, но, например, вот этот вот ствол, вот видите, как он гнется, сейчас, вот, то есть скорее всего он уже будет не жилец, не скорее всего, а точно. Это, видимо, то ли воды ему не хватило, то ли, ну, скорее всего, да, вот смотрите, он стоял, видимо, долгое время без воды, хотя они, в принципе, могут долгое время без воды находиться, тут корни уже то ли подгнили, может тут их подъел, но хотя вода чистая, здесь никого не было, вот, скорее всего, он воткнулся в общей стае, скажем так, и немножко подгнил, вот, то есть, соответственно, надо смотреть вот на изгиб, этот можно сразу выбрасывать. Бывает такое, но крайне редко, что, видимо, так же, скорее всего, вот, видите, здесь зеленый ствол, и вот эта верхушка, она уже начинает чернеть, то есть здесь уже не спасти абсолютно, она вообще вот как дерево, то есть вот, ломается все, видите, она сухая, и здесь уже никак не исправишь, только будет дальше вот расти, точнее расти, увеличится вот это поражение, скажем так. Почему происходит, непонятно, но это очень-очень редкий случай, потому что, вот это, как я говорю, что мангры, они практически, в принципе, не убиваемы, поэтому, за что их и любим. Ну и третье, то есть, мангры могут стоять вот в ведре, да, спокойно, скажем так. Вода, вот они стоят здесь, наверное, это уже, ну, третье-четвертое поколение мангров, вода ни разу не менялась, при этом она вот содержит какие-то ошметки от них, да, но при этом, смотрите, вода чистейшая, она вообще ни разу никак не менялась, то есть вода только добавляется, то есть это говорит о том, что они действительно, что-то из себя берут. Да, также вот, у кого есть аквариумы морские, можно заметить, когда вот мангра постоит в соленой воде, у него на листьях начинает эта соль выделяться, вот даже видите, здесь, в принципе, вот что-то белое, вот это, это какая-то вот тоже соль, ну, видимо, соли какие-то вот из обычной водопроводной воды, они все равно, вот, он выделяет, то есть все плохое, он из этой воды вытаскивает то, что не надо, то, что надо, соответственно, оставлять, недаром, как бы, в природе, в мангра живут полезные, не полезные вообще, в принципе, все виды рыб, там, без позвоночных, все такое. Значит, помимо красных мангров, еще есть так называемые мангры, название у них бругерия, это вот, такое маленькое, вот они, видите, с ладошки даже меньше, кубышка такая, они, в принципе, достаточно плохо у нас растут, то есть вот, ну, ему, наверное, месяца два, причем они стоят вместе, да, один попер, второй вот еле-еле растет, тоже с такой удивительной корневой системой необычной, но эти мангры, как говорится, тоже, в принципе, они вытаскивают какие-то дряди из воды, судя по всему, но при этом, я думаю, таких штук надо насовать в аквариуме большое количество, поэтому их вот лучше всего использовать как декор, то есть для полиудариумов, для террариумов, там, может, какого-то орхидариума, то есть где содержится, где есть вода, потому что без воды, конечно, долго они не проживут. Вот такие необычные у нас растения, то есть, в принципе, как я говорю, они неубиваемые, они полезные, даже можно их содержать, в принципе, дома, то есть если вы соблюдите какое-то там небольшое корыце, поставите их красиво вдоль стены, например, стенки, да, и они будут у вас расти и создавать какой-то очень интересный декор. И еще раз я хочу повторить то, что они практически неубиваемые, то есть вам надо приложить усилие, чтобы уничтожить это растение, даже оставив его без воды на несколько дней, ему ничего не будет. То есть он спокойно постоит, пришли, далили воды и, собственно, он растет у вас дальше. Так что приобретайте, ставьте, наслаждайтесь, если будут вопросы, всегда ответим в комментариях, также не забывайте на наш канал подписываться, ставить лайки и ждите следующего нашего видео. Всего хорошего, пока, до свидания.